Часть третья. О духовной отваге. Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя человек пребывает в родстве со Христом, ибо Христос есть жертва. Глава первая. О знамениях времен. Собранное в настоящей главе было произнесено или написано старцем в период с 1981 по 1994 год. Антихрист. Геронда, скажите нам что-нибудь об Антихристе. Давайте сейчас поговорим о Христе. Будем как можно ближе ко Христу. А если мы со Христом, то отчего же нам Антихриста бояться? Или, может быть, сейчас нет Антихристова Духа? Так или иначе, зло творит Антихристов Дух. И если чудовище Антихрист родится и наделает разных безумных дел, то в конце он все равно окажется посмешищем. Однако произойдут многие события. Возможно, что и вам придется пережить многое из того, о чем говорится в апокалипсисе. Потихоньку многое вылазит наружу. И я, несчастный, начал вопиять еще сколько лет назад. Положение ужасно, безумно. Безумие перешло все границы. Наступила апостасия, и сейчас осталось только прийти сыну погибели, как сказано во втором послании к фессалоникийцам в главе 2 стихе 3. Апостасия в переводе с греческого значит отступление, отпадение. Мир превратится в сумасшедший дом. Будет царить сущий разброд, среди которого каждое государство начнет творить, что ему вздумается. Дай Бог, чтобы интересы тех, кто делают большую политику, были нам на руку. То и дело мы будем слышать что-то новенькое. Будем видеть, как происходят самые невероятные, самые безумные события. Хорошо лишь, что эти события будут сменять друг друга очень быстро. Экуменизм, общий рынок, одно большое государство, одна религия, сшитая по их мерке. Таковы планы у этих дьяволов. Сионисты уже готовят кого-то в Мессии. Для них Мессия будет царем, то есть он будет властвовать здесь, на земле. И яговисты тоже ждут земного царя. Сионисты представят своего царя, а и яговисты его примут. Все они признают его царем, скажут «Да, это он». Произойдет великая смута. В этой смуте все захотят царя, который мог бы их спасти. И тогда они выдвинут человека, который скажет «Я имам, я пятый Будда, я Христос, которого ожидают христиане, я тот, кого ждут и яговисты, я мессия евреев, у него будет пять «я». Евангелист Иоанн говорит в своем первом послании. «Дети, антихрист грядет, и ныне антихристи мнозий быша». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 8. Он имеет в виду не то, что ожидаемый антихрист будет подобен гонителям Максимилианам и Диоклетианам, но что ожидаемый антихрист будет, если можно так выразиться, воплощением дьявола. Он предстанет израильскому народу как мессия и прельстит мир. Наступают тяжелые времена. Нас ждут большие испытания. Христиане перенесут великое гонение. Между тем, очевидно, что люди даже не понимают того, что мы уже переживаем знаменье последних времен, что печать антихриста становится реальностью. Словно ничего не происходит. Поэтому Священное Писание говорит, что прельстятся и избранные. Те, в ком не будет доброго расположения, не получат просвещения от Бога и прельстятся в годы апостасии, потому что тот, в ком нет божественной благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет ее и дьявол. А сионисты Геронда верят ли в Антихриста и в то, что связано с ним? Они хотят управлять миром. Для того, чтобы достигнуть своей цели, они используют колдовство и сатанизм. На поклонение сатане они смотрят как на силу, которая поможет в осуществлении их планов. Стало быть, они хотят управлять миром с помощью сатанинской силы. Бога они в расчет не берут. Однако, благословит ли их при этом Бог? Из всего этого Бог явит много хорошего. Прежние сатанинские теории господствовали 70 лет, а эти не продержатся и семи. Геронда, слыша об Антихристе, я ощущаю в себе страх. «Чего боишься? Что он страшнее дьявола, что ли, будет? Он человек. Вон, святая Марина, отлупила дьявола, а святая Иустина скольких бесов поразила. Но надо помнить самое главное. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы поудобнее устроиться». Земной царь евреев Знаменем того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети Амара в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который, как говорят, находился на ее месте. В восстановленном храме сионисты, в конце концов, провозгласят Антихриста Мессией. Я слышал, что евреи уже готовятся к возведению храма Соломона. Геронда, почему же евреи, читая Ветхий Завет, не веруют во Христа? Что же ты не пойдешь и не скажешь им этого? Евреи искони имели фанатизм. Понимать-то они понимают, но их ослепляет эгоизм. Будь они чуть более внимательны, никто из них не остался бы иудеем. А как они истолковывали прочитанное? Как они его истолковывали и как толкуют? Духовные смыслы они превращают в вещественные. Пойди, например, посмотри, как они истолковали слова пророка Исаии «Процветет пустыня Иорданова». Книга пророка Исаии, глава 35, стих 2. Для того, чтобы показать, что пустыня процвела, они повернули какую-то реку, сделали террасы, сады, насадили бананов, лимонов, апельсинов, все озеленили. Так что теперь, говорят, процвела пустыня. И все они изъясняют подобным образом. Между тем, эти слова пророка относятся к возрождению мира через святое крещение, «Баню Покибытия». Сейчас они ждут земного царя? Да, Антихриста. Раввины знают, что Мессия пришел и его распяли. Я узнал от одного человека, что, когда еврей лежит при смерти, к нему идет раввин и говорит на ухо «Мессия пришел». Видишь, их обличает совесть. Они чувствуют свою вину, но не смиряются. А какая польза от того, что эти слова говорятся умирающему? Никакой. Они говорят это просто потому, что их искушает совесть. Думают, раз эти слова сказаны, то все в порядке. А другие этих слов не слышат? Нет, это на ухо говорится. И еврейская молодежь восстала против раввинов. «Мессия», говорят они, «пришел». Какого Мессию ищете вы? В Америке одна группа молодежи, изучающая священное писание с точки зрения истории, издает журнал, в котором написано «Мессия пришел». Тому, кто не верит в то, что пришел Мессия, мы бесплатно вышлем настоящий журнал, чтобы он уверовал. Если же он уверует, то пусть подпишется на журнал, чтобы мы посылали его другим, и они тоже становились верующими. Они евреи? Да, евреи. И стали христианами? Эй, сейчас хотя бы то, что они уверовали, уже что-то значит. А могут ли раввины быть тайными христианами? Раввин и тайный христианин? Останется ли человек в раввинах, став христианином? Тогда что же, он будет учить евреев тому, что Мессия еще не приходил, а когда они будут умирать, станет говорить им о том, что он пришел? Печать 666 Геронда, как скоро произойдут все эти события? Они задерживаются ради тебя и ради меня для того, чтобы мы приобрели доброе духовное устроение. Бог терпит нас, потому что, случись все это сейчас, мы с тобой пропали. В учении Христа нигде не упоминается конкретное время. Однако Священное Писание говорит, что приход этих событий будет предвозвещен знамениями времен. Будем постоянно готовыми, а когда это время приблизится, увидим. Тогда мы будем более уверены. Святой Андрей Кисарийский говорит, «Трезвящимся это откроет время и опыт». Мне в руки попала одна книга, на обложке которой было три большие шестерки. Вот ведь бесстыдники. Они делают это для того, чтобы представить цифру 6 красивой и приучить к ней людей. Так потихоньку придет и печать. Геронда, и кнопки застежки для одежды продают на таких картонках, где стоит число 666? Да чтоб тебя, дьяволе! На кредитных картах три шестерки уже давно поставили, а теперь еще и на застежках. Многие ставят 666 как фирменный знак, чтобы предпочитали их товары. Один поддерживает другого. То есть 666 — это как пароль. Оно принимает 666. Написано, что когда распространится эмблема со змеей, пожирающей собственный хвост, это будет значить, что евреи поработили весь мир. Сейчас этот знак поставили на некоторые денежные купюры. Число 666 распространяется уже и в Китае, и в Индии. Геронда, а откуда они знают это число, чтобы ставить его на вещи? Евангелист Иоанн знал, что сделает дьявол подобно тому, как и пророки предвозвестили, что Христа продадут за три десять сребреник, что его напоят уксусом, что разделят его ризы. Две тысячи лет назад в Апокалипсисе было написано, что люди будут запечатлены числом 666. И же и мать ум допочтет число зверина, число бо человеческо есть, и число его 666. Апокалипсис, глава 13, стих 18. 666 является для евреев символом экономики. Как говорит Священное Писание, евреи обложили покоренные ими в разных войнах народы конкретным налогом. Годичный налог был равен 666 талантам золота. Сейчас, для того, чтобы покорить весь мир, они опять вводят свое старое налоговое число, которое связано с их славным прошлым. Поэтому они и не хотят заменить это число другим. То есть 666 есть символ мамоны. Его взяли с мир золота. Того, о чем говорит святой Иоанн Богослов, они не знали. Но мамона при этом остается мамоной. «Не можете, Богу работайте и мамоне», сказано в Евангелии от Матфея, в главе 6, стихе 24. Все идет своим чередом. В Америке запечатлели собак. Через передатчик они излучают радиоволны и их знают. Знают, где находится каждая собака. Бездомных собак, не имеющих метки, убивают лазерными лучами, а потом начнут убивать людей. Запечатлели целые тонны рыбы и со спутника наблюдают, в каком она находится море. А сейчас появилась еще одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать. Сколько уже людей в Америке запечатлены лазерными лучами. Одни на лоб, другие на руку. А впоследствии тот, кто не будет запечатлен числом 666, не сможет ни продавать, ни покупать, ни брать заем, ни устраиваться на работу. Помысл говорит мне, что этой системой антихрист хочет подчинить себе весь мир. Люди, будь они красными, черными или белыми, находясь вне этой системы, не смогут работать, станут социальными изгоями. Таким образом, антихрист будет навязан с помощью системы, контролирующей всемирную экономику, и только те, кто примет печать, начертание с числом 666, смогут вступать в торговые отношения. Как, однако же, пострадают люди, принявшие печать? Один специалист рассказывал мне, что лазерные лучи очень вредны для человека. Люди, принявшие печать, будут впитывать в себя солнечные лучи и получат такой вред, что от боли станут кусать языки. Тем, кто не примет печати, будет лучше других, потому что им поможет Христос. А это не пустяшное дело. Когда он им поможет, Геронда? После? Нет, именно тогда. Геронда, но как же им будет лучше других, раз они не смогут ни продавать, ни покупать? Увидишь. Бог знает как. И я тоже знаю. Такие-то дела. Этот вопрос меня весьма занимал, и Бог прислал мне телеграфное сообщение. Как же заботится о нас Бог? Почему Геронда печать называется и начертанием? Потому что она не будет поверхностной. Начертать — это что значит? Провести глубокие прямые линии. Не так ли? Печать будет начертанием, которое сперва поставят на все товары, а потом людей принудят к тому, чтобы ее ставили им на лоб или на руку. Два года назад я рассказал о печати одному врачу из Торонто, а сейчас он сообщил мне, что прочитал в газете, как вместо кредитной карты уже требуют отпечаток руки. Они идут вперед, но нельзя сказать, что произойдет то или другое. У некоторых телевизоров, привезенных в Грецию в недавнее время, есть особое устройство, следящее за теми, кто смотрит телевизор. Скоро имеющие телевизор будут его смотреть, а другие в это же время будут смотреть на них самих. Люди будут и наблюдать, и подвергаться наблюдению. Вся их жизнь, все, что они говорят, все, что делают, все будет контролироваться с помощью компьютера. Видишь, какую диктатуру задумал дьявол? В Брюсселе над центральным компьютером построен целый дворец с тремя шестерками. Этот компьютер может контролировать миллиарды людей. Шесть миллиардов — это почти весь мир. Исповедь через нажатие кнопки. Некоторые европейцы выразили протест, потому что они боятся всемирной диктатуры. А мы, православные, противодействуем этому потому, что не хотим антихристой диктатуры. Конечно, тоже не хотим. Нас ждут серьезные события, но долго они не продержатся. Как православие якобы исчезло при коммунизме, так оно исчезнет и сейчас. Новое удостоверение личности Геранда. Один человек сказал, а как же банкнота в пять тысяч драхм? Она имеет на себе три шестерки, и мы ей пользуемся. То же самое будет и на удостоверении личности. Пять тысяч драхм — это денежная купюра. На английском фунте тоже нарисована королева Виктория, но меня это не беспокоит. Кесарю, кесарю. Однако, другое дело, когда речь идет об удостоверении личности. Это не деньги, а нечто личное. У слова «тафтатита» буквальный смысл. То есть человек отождествляется с тем, что он декларирует. Они, значит, подсовывают дьявола, а я расписываюсь в том, что его принимаю. Да как же я пойду на это? В Греции существует два вида документов, удостоверяющих личность граждан. Для пользования внутри страны карточка удостоверения и для поездок за границу паспорт. Греческое название карточки удостоверения личности «тафтатита». Тафтатита в одном значении это тождество, идентичность, совпадение, во втором – паспорт, удостоверение личности и в третьем – личность. Запланированное Шенгенским соглашением введение новых удостоверений личностей, имеющих на себе штриховой код, в основу которого положено число зверя, вызвало бурю протестов со стороны Элладской церкви Святой Горы Афон, подавляющего большинства греческих граждан. Геронда, а какая связь между новым удостоверением и печатью? Новое удостоверение – это не печать, это введение печати. Люди Геронда спрашивают, что им делать в связи с навязыванием новых удостоверений? Если спрашивают, то вы лучше рекомендуйте им советоваться со своими духовниками и проявлять терпение, чтобы увидеть, как поведет себя церковь, потому что многие задают вопросы, но немногие понимают ответы. Принятые уже после кончины старца Паисия решения Священного Синода Элладской церкви говорят о неприемлемости для православных христиан документов с числом Антихриста. При обсуждении проблемы мнение блаженно почившего старца явилось для иерархии клириков и мирян Элладской церкви одним из решающих. В брошюре «Знамение времен» я опишу обо всем предельно ясно. Каждый же пусть поступает согласно своей совести. Конечно, есть и такие, которые говорят, а это мнение одного монаха, это не позиция церкви. Однако мнение, которое я выразил, не было моим собственным. Я всего лишь изложил слова Христа, слова Евангелия, поскольку собственное мнение мы должны покорять воле Божией, которая выражена в Евангелии. А другие говорят, противоположное моим словам и, прикрываясь моим мнением, утверждают, что это сказал отец Паисий. А третьи, слушая это, не берут в расчет того, что эти вопросы чрезвычайно серьезны, не спрашивают, говорил ли я такое в действительности, но принимают это на веру. Я не боюсь, говорю без стеснения. Приходят какие-то люди ко мне в Каливу, бросают в ящик шестерки, это еще ладно, куда ни шло. Но однажды бросили одну картонку за калиткой. Я думал, что кто-то приходил, не застал меня дома и написал для других его нет. Потом читаю и вижу такое. Такое скверное ругательство, что и мирскому человеку не услышать. Наступит, наступит чистка для всей этой грязи, но мы пройдем через грозу. Люди уже поднялись на борьбу. Надо со многою молитвою подниматься и нам. Одни переживают за проблему с удостоверениями личности, а другие используют это и создают трудности. Церковь должна занять правильную позицию. Она должна говорить, объяснять верующим, чтобы те поняли, что принятие ими нового удостоверения будет падением. И одновременно церковь должна добиваться от государства того, чтобы новое удостоверение личности, по крайней мере, не было обязательным. Если позиция, занятая церковью, не будет серьезной, если к свободе верующих не будет проявлено уважение, и кто захочет, возьмет новое удостоверение, кто не захочет, останется со старым, то лишь немногие люди твердых убеждений не примут трех шестерок. Их ждут испытания, потому что остальные пойдут против них. Большинство людей примет удостоверение с числом зверя. Те, кто захочет спокойствия и комфорта, примут новое удостоверение, а несчастные, благоговейные люди останутся со старыми документами, и поэтому их будут мучить. Сейчас и обещание министра о том, что 666 не будет стоять на удостоверениях ни явно, ни скрыто, тоже что-то значит. Проявим терпение, время покажет. Их слова о том, что трех шестерок не будет, это уже кое-что. Они начали отказываться сами. Посмотрим, что же поставят на удостоверение в конечном итоге. А до того времени, как станут распространяться новые удостоверения, может разразиться и гнев Божий. И потом, ведь не в 24 часа все получат новые удостоверения. Появятся первые карточки, они будут рассмотрены, и если министр окажется лжецом, то борьба будет праведной. А если мы сейчас продолжим протесты, то те, кто всем этим заправляет, скажут, вот смотрите, православные устраивают смуту. Еще и вопрос не встал, а они горланят и протестуют. Хороший сторожевой пес лает, когда приходит вор. Когда вор убегает, он прекращает лаять. Если же пес лает беспрерывно, то хорошим сторожем его не назовешь. А еще Геронда было сказано, что раз у нас веротерпимость, то в новых удостоверениях не будет указано вероисповедание. Да их это не интересует, однако это интересует меня, потому что это удостоверение моей личности. Там написано, откуда я и что я за человек. Если будет отсутствовать вероисповедание, то возникнут проблемы. Например, кто-то придет в брачную контору. Если в его удостоверении написано православный, то все в порядке. Если же вероисповедание не указано, то как ему дадут разрешение на брак? Церкви от этого будет путаница. Но если вероисповедание станут вписывать по желанию, то это будет и как исповедание веры. Европа это Европа, у нас другой расклад. Коварный способ введения печати Помаленьку после введения карточек и удостоверения личности, то есть составления персональных досье, они лукавым образом приступят к нанесению печати. С помощью разнообразных ухищрений люди станут принуждать принимать печать на лоб или руку. Они устроят людям затруднения и скажут пользуйтесь только кредитными картами, деньги упразднятся. Для того, чтобы что-то купить, человек будет давать карту продавцу в магазине, а хозяин магазина будет получать деньги с его счета в банке. Тот, у кого не будет карточки, не сможет ни продавать, ни покупать. А с другой стороны, они начнут рекламировать совершенную систему, незаметное для глаз начертание числа 666 на лбу и руке. Одновременно по телевидению станут показывать, как кто-то взял чужую карту и получил по ней деньги в банке. Будут без остановки говорить. Печать лазерными лучами на лбу или руке это более надежно, поскольку номер печати знает только ее владелец. Печать это совершеннейшая система. Вор ни головы, ни руки у вас не украдет, ни номера подглядеть не сможет. Поэтому бандитам, злодеям и дают сейчас возможность свободно действовать. На Афоне ограбили 15 келей, а одного монаха убили во время грабежа. Таким-то вот образом каждый получит возможность присваивать чужое и красть все, что хочет. Допустим, кому-то вздумается обманом приобрести земельное угодье. Он скажет, что оно якобы принадлежало его дедушке и что сам он когда-то арендовал эту землю под пастбище. Попробуй разберись. А потом представители властей скажут, к сожалению, контролировать их мы не можем. Контроль может осуществляться только с помощью компьютера. И они приступят к запечатлению. В компьютере будет высвечиваться запечатлен ли ты и в зависимости от этого тебя станут или не станут обслуживать. Три с половиной года будут тяжелыми. Тем, кто не согласится с этой системой, придется нелегко. Их будут стараться засадить в тюрьму, постоянно находя для этого какой-нибудь новый повод. Пройдет год, и их повезут на допрос в другой город, чтобы дело было рассмотрено в другом суде, из того города повезут в третий, а потом скажут «Извини, ты невиновен. Если бы ты был запечатлен, то мы проверили бы тебя за одну минуту, а сейчас мы были не в состоянии осуществить контроль». Геронда, а не смогут ли они ставить печать силой? До этого они не дойдут из-за учтивости. Они ведь будут корректны, как и подобает европейцам. Они проявят высшее благородство. Мучить людей они не будут, однако, не имея печати, человек не сможет жить. «Вы страдаете без печати», скажут они, «а если бы вы ее приняли, то трудностей у вас бы не было». Иметь человек хоть золотые монеты или доллары, использовать их он не сможет. Поэтому, приучив себя уже сейчас к жизни простой, умеренной, можно будет пережить те годы, иметь маленькой землицы, возделать немного пшенички, картофеля, посадить несколько масличных деревьев, и тогда, держа какую-нибудь скотинку, козочку, несколько курочек, христианин сможет пропитать свою семью. Потому, что от запасов пользы тоже немного, продукты долго не лежат, быстро портятся. Ну, и, конечно, продлятся эти притеснения недолго, года три, три с половиной. Ради избранных дни сократятся, как сказано в Евангелии от Матфея в главе 24 стихе 22 и в Евангелии от Марка в главе 13 стихе 20. Они даже и не заметят, как пройдут эти годы. Бог не оставит человека без помощи. Геронда, вмешается ли Христос в то, что будет происходить в эти нелегкие годы? Да, тут вон, видишь, как человеку с добрым расположением, но подвергающемуся обидам, часто являются святые, Пресвятая Богородица, Христос, для того, чтобы его спасти. Насколько же больше поможет Господь теперь, когда несчастные люди находятся в таком затруднительном положении? Сейчас разразится одна гроза, наступит непродолжительная диктатура антихриста сатаны. А потом Христос вмешается, задаст хорошую трепку всей этой антихристовой системе, зло будет попрано им, и он, в конце концов, обратит его в добро. Печать равна отречению. При том, что святой евангелист Иоанн Богослов предельно ясно пишет в Апокалипсисе о начертании, некоторые этого не понимают. И что ты им скажешь? К несчастью, можно услышать ужасно много глупостей от ума некоторых современных гностиков. «Я приму удостоверение с тремя шестерками и изображу на нем крест», говорит один. Другой вторит, а я приму печать на лоб и осеню свой лоб крестным знаменем и повторяю целую кучу подобных глупостей. Они думают, что светятся подобным образом, в то время как такие мнения являются прелестью. Один владыка сказал мне, «Я в удостоверении там, где буду расписываться, нарисую крестик. От Христа я не отрекаюсь, я всего лишь пользователь, обслуживающий меня системы». «Ну хорошо», говорю я ему, «Вот ты, владыка, и ставишь в виду своего особого положения крестик перед своим именем. Другой, архимандрит, его положение тоже особое, и он тоже ставит крестик перед своим именем. А людям что прикажешь делать? Грязь не освещается, чистая вода приемлет благодать и становится водой святой, но моча святой водой стать не может. Камень чудесным образом превращается в хлеб, но нечистоты освещения не приемлют. Следовательно, дьявол, антихрист, находясь в виде своего символа в нашем удостоверении, на нашем лбу или руке, не освещается, даже если мы ставим там крест. Силу честного креста, этого святого символа, божественную благодать Христову, мы имеем только тогда, когда храним благодать святого крещения, в котором мы отрицаемся от сатаны, сочетаемся Христу и принимаем святое запечатление, печать дара Духа Святаго. А они, видишь ли, объясняют все такой простой логикой. Поставят рядом крестик, и все в порядке. А ведь мы видим, что святой апостол Петр отрекся от Христа внешне, но и это было отречением. Они, принимая печать Антихриста, отрекаются от печати Христовой, данной им во святом крещении, еще говорят, что имеют в себе Христа. А если Геронда кто-то примет печать по неведению? Скажи лучше по равнодушию. Какое там неведение, когда все ясно до предела? Да если не знает человек, ему должно поинтересоваться и узнать. Предположим, что мы не знали, и поэтому приняли печать. Но тогда Христос скажет нам, «Лицемерий, лице убо небесе умеете рассуждать, знамени и же временем не можете искусить». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 3. Приняв печать, пусть даже и по неведению, человек теряет божественную благодать и принимает бесовское воздействие. Вон, когда священник при крещении погружает дитя во святую купель, оно и не понимая того, принимает святого духа, и потом в нем обитает божественная благодать. Толкование пророчеств. Геронда, некоторые говорят, чему от Бога суждено быть, то и будет, какое нам до этого дело. Как к этому относиться? Да, детонька моя, говорят-то они говорят, но на самом деле это не так. Мне тоже приходится слышать от некоторых, евреи не такие дураки, чтобы разоблачать себя тремя шестерками, раз об этом пишет в апокалипсисе евангелист Иоанн. Если бы это было так, то они устроили бы все более умно и тайно. Хорошо, так что же, книжники и фарисеи не знали разве Ветхого Завета? Разве Анна и Каафа не знали лучше всех других, написанного о том, что Христос будет предан за тридесять сребреник? Почему же они дали Иуде не тридцать один или двадцать девять сребреников, а тридцать? Но они были ослеплены. Бог знал, что все произойдет именно так. Бог предведает, но не предопределяет. Это только турки верят в судьбу, в Кишмет. Бог знает, что события произойдут таким-то образом, а человек делает по своей глупости то, о чем заранее знал Бог. Не потому, что Бог отдал распоряжение о чем-то, нет. Он видит, до чего дойдет злоба людей и знает, что своего мнения они не изменят. Это не значит, что Бог предопределяет события. А другие заняты пророчествами, на которые дает собственное толкование, не оговариваются, по крайней мере, так мне говорит помысл, но утверждают это так. И приводят целую кучу собственных мнений. Есть и такие, что истолковывают пророчества, как хотят, для того, чтобы оправдать свои страсти. Так, например, о словах святого Кирилла. Лучше, чтобы в нашу эпоху не произошли знамения Антихриста. Человек, желающий оправдать себя свою трусость, скажет, а вот видишь, святой Кирилл боялся, что он отречется, а я что же, разве выше святого Кирилла? Следовательно, даже если я и отрекусь от Христа, то ничего в этом нет страшного. А между тем святитель говорит, лучше, чтобы не произошли, чтобы его глаза не увидели Антихриста, а не потому, что он якобы боялся. Видишь, что делает дьявол? К сожалению, и некоторые современные гностики пеленают своих духовных чад как младенцев якобы для того, чтобы те не волновались. Это не важно, говорят они, ничего страшного, лишь бы вы имели веру внутри себя. Или же причитают, не говорите вы на эту тему об удостоверениях, о печати, чтобы люди не волновались. Тогда, как говори они людям, давайте постараемся жить более духовно, быть близ Христа и ничего не бояться, ведь самое большее, мы станем мучениками, они бы хоть как-то готовили их к грядущим трудностям. Узнав истину, человек задумается и отресет с себя сон. Ему станет больно за происходящее, он будет молиться и остерегаться, чтобы не попасть в ловушку. Что же происходит сейчас? Мало того, что такие толкователи комментируют пророчества по-своему, так они еще и сами трусят, подобно людям мирским, а им следовало бы проявлять духовное беспокойство и помогать христианам, всевая в них добрую обеспокоенность ради того, чтобы те укрепились в вере и ощутили божественное утешение. Я удивляюсь, неужели все то, что происходит, не заставляет их задуматься? И почему после толкований данных ими от своего ума они не ставят хотя бы вопросительного знака? А если они помогают Антихристу с его печатью и увлекут в погибель и другие души? Говоря в Евангелии «Еже прельстите аще возможно и избранных» Евангелие от Марка глава 13 стих 22 Господь имеет в виду то, что прельстятся те, кто истолковывает Писание от ума. Итак, за совершенной системой кредитных карточек, за компьютерной безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется иго Антихриста. В стихах с 16 по 18 главы 13 Апокалипсиса сказано «Да даст им начертания на десней руце их или на челех их да никто же возможит не купить и не продать и токма кто и мать начертания или имя зверя или число имени его зде мудрость есть иже и мать ум да почтет число зверина число бо человеческо есть и число его 666